Как-то, у себя в театре, он сказал, если не станет моей майки, я жить не буду. Причина его смерти вызвала немало слухов, странных, мистических и даже романтических. Роман Ткачук пережил свою супругу всего лишь на несколько часов. И его причина ухода из жизни близкие скрыли. Возможно, это и называлась «лебединая верность». В этом случае пришла на ум фраза «Они любили, жили счастливо и умерли в один день». Его комедийные образы невозможно забыть, его непосредственность, коей он обладал и наделял своих героев. В 32 года он стал народным артистом, и это о многом говорило, его любили все. То обаяние, которое он излучал, просто нельзя было не полюбить. Родился будущий актер в Свердловске, ныне Екатеринбург, в 1932 году, в семье, которая совершенно не имела отношения к творчеству, но это не помешало роману выйти на широкие экраны и на театральные подмостки. Так как он обладал каким-то своим непосредственным, врожденным талантом и артистизмом, который проявлялся в его мимике и жестах уже с детских лет. Ранние годы его биографии прошли в городе Ташкенте, куда семья однажды переехала из Свердловска, да там и закрепилась навсегда. Именно там, в Ташкенте, Ткачук и поступил на режиссерский факультет Ташкентского института искусств и культуры. Но после окончания учебы стал работать актером. Именно актерское ремесло ему давалось лучше всего. Вскоре имя романа было известно абсолютно каждому человеку в Ташкенте. На него, как принято было говорить, зрители ходили толпами. И на одном из спектаклей роман выхватил свой счастливый билет. Как-то в Ташкент приехал актер Спартак Мишулин и, конечно же, не мог не посетить спектакль с участием местной знаменитости. После увиденного он остался в восторге. И даже более того, рассказал о романе главному режиссеру Московского театра сатиры Валентину Плучику. А тот пригласил дарование к себе в Московский театр сатиры. Ташкентский актер, конечно же, согласился и переехал в Москву. Так для романа открылась новая страница биографии. Это был 1965 год. Но как только Роман Ткачук оказался в Москве, ему пришлось столкнуться совершенно с другой жизнью, чем он привык в Ташкенте. В театре сатиры была незримая жесткая конкуренция среди коллег. Например, Андрей Миронов говорил так «Я хочу это сделать, и я это сделаю». Ткачук старался не участвовать в закулисных интригах. Более того, романа называли совестью труппы. Коллеги его уважали, к его мнению прислушивались. Театру сатиры актер отдал почти 30 лет своей творческой жизни. Стал одним из ведущих актеров и чаще всего исполнял драматических или трагических персонажей. А вот в кино роману больше всего доводилось исполнять комических героев. Актер снялся почти в сотни картинах. Его дебют состоялся с выходом на экраны комедии под названием «Встретимся на стадионе», снятую ташкентским режиссером. Это был 1956 год. Но настоящую славу Ткачук получил в «Кабачке 13 стульев». Там он исполнял роль подкаблучника пана Владека, слегка глуповатого, но невероятно обаятельного. А его экранной женой была актриса Зоя Зеленская. «Кабачок 13 стульев» выходил на экраны без малого почти два десятка лет. Ткачук играл в «Кабачке 13 стульев» просто гениально. Первую серию зрителя увидели в 1966 году. И зрители были уверены, что в жизни актеры тоже являются мужем и женой, уж слишком правдоподобно им удавалось выдавать супружескую пару. Но на самом деле женой Романа была другая, Майя Гнездовская, с которой он познакомился еще в студенческие годы. Майя училась на театровическом факультете Ташкентского института искусств и культуры. Не всегда студенческий брак бывает крепким, но в случае с Романом и Майей это не сработало. Пара была невероятно любящей и счастливой. Майя после окончания учебы работала на телевидении в Ташкенте, но когда мужу предложили поменять солнечный Ташкент на холодную, но в то же время такую перспективную Москву, она, не раздумывая, поехала вслед за ним. Как ниточка за иголкой. К тому моменту она родила сына Никиту. Втроем они и отправились в Москву. Но не всегда все так идеально было в отношениях у Романа и Майя. Были минутки ревности со стороны жены. И тогда между ними кипели настоящие итальянские страсти, но супруги каждый раз смирились. У Романа несколько специфическая внешность, красавцем его не назовешь, а вот, обаятельным да, вполне возможно. Возле него всегда крутились женщины, поклонницы, коих у него стало довольно много после выхода на экраны кабачка 13 стульев. До Майи доходили некоторые слухи, которые были всего лишь слухами на самом деле, но она не могла себе позволить промолчать, и тогда в семье разгорались грандиозные скандалы. Но пара успешно прошла испытания славой. Они не разбежались, а сохранили семью. Более того, когда Майя в начале 90-х заболела, муж всегда находился рядом и очень переживал. Она же угасала на глазах и стала, как поговаривали, прикладываться к бутылке, что еще более негативно сказывалось на ее здоровье. А Роман Ткачук как-то у себя в театре сатиры обронил, что если его жена умрет, то он тоже жить не будет без нее. Сказал он это с очень печальным, каким-то даже отрешенным взглядом. Творческую жизнь Романа, без преувеличения, можно назвать успешной. У него не было в биографии взлетов и падений, он всегда был востребованным. Звездой он стал еще в Ташкенте и там, когда в 32 года ему присвоили звание народного артиста Узбекской ССР. Его называли «ташкентским самородком». Зрители в театр ходили толпами, чтобы увидеть гениального артиста. В Ташкенте актер проработал 10 лет и только потом был приглашен в Москву. И сразу же романа задействовали в театре сатиры, а роли в кино посыпались как из рога изобилия. Режиссеры его любили, Ткачук был очень ответственным, пунктуальным, бесконфликтным, легко перевоплощался в образы, и его персонажи всегда выходили интересными, наделенные какой-то своей, особенной изюминкой. Возможно, поэтому его все любили от мала до велика. Актер снимался в очень популярном и любимом в свое время киножурнале «Фитиль», а также озвучивал мультфильмы. Работы у него всегда было очень много. Съемки одного кабачка 13 стульев занимали уйму времени. Его жена, Майя Гнездовская, также нашла свое место в Москве. Благодаря прошлому опыту на ташкентском телевидении, она снова пошла работать на телевидении редактором. Она была главным критиком творчества мужа. Однажды даже снялась вместе с ним в эпизоде в фильме «Эффект Ромашкина». Их сын Никита не пошел по стопам отца, потому как тот категорически был против, и с самого детства готовил сына, чтобы он ни в коем случае не становился актером. Но Никита все равно связал свою судьбу с творчеством и с телевидением. Сначала он отучился в школе-студии Примхат на постановочном факультете. И даже смог поставить несколько спектаклей в театре сатиры. Но потом он уехал на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки, там и сейчас проживает, в Чикаго. Роман с Майей были неразлучны. Они даже отдыхать каждый год ездили вместе, и любимым местом отдыха для них было Крымское побережье. Бархатный сезон 1993 года они проведут вместе, еще не подозревая, что это их последняя морская поездка. В конце того же года Майю госпитализируют, а 9 января 1994 года ее выпишут из больницы, потому как медицина была уже не в силах ей помочь. И к вечеру того же дня жены Романа не стало в живых. Он позвонил сыну в Чикаго, тот купит билеты и будет собираться лететь провожать мать в последний путь. Как вдруг раздался телефонный звонок, но только от соседки, которая сообщит сыну, что и отца не стало в живых. Уход Романа окутан тайной, близкие никогда не распространялись на эту тему. Театр сатиры похороны обоих супругов взял на себя. Они любили друг друга и ушли в один день. А закончить хочется замечательными словами Леонида Филатова, который сказал о романе Денисовиче следующее. Есть такие актерские лица, которые сопровождают нас по жизни долгое время и становятся чем-то вроде детали, подробности нашего бытия. И только много лет спустя начинаешь остро ощущать нехватку этого человека в жизни и осознаешь, что он, оказывается, не так уж мало значил в твоей жизни. Роман Ткачук прожил 61 год.